Международная регата по грибному спорту пройдет 9 сентября в Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали заместители министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, президент Федерации грибного спорта Приморского края Александр Зубко, вице-президент Федерации грибного спорта России Антон Зарудский и руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский. Выражаю уверенность, что оно пройдет на хорошем уровне и, наверное, хотелось бы, знаете, о чем сказать? О том, что вот проведение таких спортивных мероприятий, оно должно вставлять какие-то следы, какое-то наследие хорошее, да, чтобы, если мы провели, чтобы мы не просто провели это мероприятие, ну, скажем так, просто, а чтобы наследие какое-то осталось, чтобы дан был своеобразный толчок к развитию этого вида спорта у нас в регионе. Впервые регата пройдет в бухте Навик на острове Русский. Она станет ярким событием в мире грибного спорта. На гонку приедут спортсмены со всей России и из других стран. Сейчас на данный момент из участников мы ожидаем спортсменов из таких стран, как Индонезия, Китай, Белоруссия и, возможно, еще присоединится команда Чили. Но в любом случае, как я уже сказал, заявки у нас все еще открыты. Мы до последнего будем ждать наших партнеров, друзей, коллег, кто захотят присоединиться в регату. Надеюсь, все сложится, потому что, еще раз повторюсь, для нас, вы правильно отметили, определенный вызов. Но при этом, мне кажется, мероприятие будет достаточно уникальным. Как и для нас, так, как, мне кажется, и для Приморского края. В общем, мы благодарны за поддержку. Международная Владивостокская регата будет не просто соревнованием, она станет большим спортивным праздником с культурной и гастрономической программой. Для желающих поболеть за грибцов будут установлены зрительские трибуны. Подготовиться технически мы не видим особенных каких-либо там трудностей. Вот, здесь все будет нормально. Спортсмены встретятся на воде, чтобы разгонять волны, опережать друг друга, побеждать и дружить. Я считаю, что это не один из тот видов спорта, который принесет городу прекрасное значение. Он имеет огромное, сама регата. Я очень надеюсь, что она будет способствовать международному сотрудничеству и спорт вне какой-либо политики. И нам очень важно, чтобы это стало сплочением азиатско-тикиатского региона. Отметим, что проведение регата включено в план мероприятий по реализации концепции развития острова Русский, утвержденной правительством Российской Федерации. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.